Ребята, всем привет, Дубки на связи. У меня на повестке дня котлеты из козлятины. Это козлик Букет. Мне не нравилось, как он растет. На племя у меня от него осталась козочка Лялька. Это его дочка. Остальные козы у меня останутся на следующие коты. И, наверное, козел Гарри у меня останется либо на следующий год, либо поменяю его на французского альпийского козла. Меня знакомые просят обменяться козлами, чтобы уже и взрослыми, с проверенным спокойным характером, у них тоже козел и двухлетка, и тоже обезроженный, и адекватный, не агрессивный. Говорит, давай с тобой махнемся козлами, ну а что искать лучшие доли, да? Еще непонятно, что найдешь, где найдешь. Ну, короче, вот. И смысла в этом Букете у меня как-то нету. Такие дела. Забой я сам не произвожу. Мне, ну, жалко своих животных. Не дрогает у меня рука на все, что больше птицы. То есть забить курицу, гуся, утку, индюшку без проблем. А вот уже козочек, овечек, да и кроликов не жалко. Приходится либо просить знакомых, либо соседей, либо охотников каких-то. Ну, как говорится, кто будет в доступе, да, кто согласится, кто будет свободен. Не скажу, сколько он был тушкой, потому что как-то я его не завесил. В общем, на фарш я определил 10 килограммов мяса. Килограмма два осталось, ну так, плюс-минус, да, на шашлык я оставил. И передняя нога, лопатка тоже осталась для запекания. Ну, честно, даже не знаю. Получается, ну и минус кости, да. Кости пойдут отвариться на холодец, либо просто снять мясо куда-то в первое, либо во второе добавить. Я часто вам говорил про рецепт самых вкусных котлет. Кстати, котлеты из козлятины, самые вкусные, они останутся только мне, ни в коем случае не на продажу, потому что это реально золотое мясо, выдуваивается в два раза, считайте. Ну и, как бы, плюс труд, ну, как бы, я даже не знаю, какое количество нулей должно быть в ценнике на эти котлеты. Ну, это, конечно, все шутки, но, как бы, в доле шутки есть доля шутки, остальное право, да. Еще раз вам повторю рецепт. На 5 килограммов фарша козьего мяса, ну, либо говядина, кстати, с говядиной я делал по этому же рецепту. Ну, честно, мне, ну, не в сильном восторге я остался от котлеты с говядиной. Конечно, это вкусно, ни в какое сравнение не идет с какими-то покупными полуфабрикатами, либо из покупного мяса говядины, но и ни в какое сравнение с козлятиной говядиной тоже не идет. Она и рядом не стояла по вкусовым качествам. Поэтому на 5 килограммов мяса, 1 килограмм лука, 1 килограмм хлеба, ну, я беру белые батоны, 1 литр молока. И все перемалывается, батон замачивается в молоке, а потом перемалывается через мясорубку. Ну, насадка, я не знаю, вот такая, видно вам там, вот такая насадка, ну, обычная самая. Солится 9 грамм на килограмм смеси. Соответственно, 8 килограмм у нас смеси получается. Мясо, лук, молоко, батон. И добавляйте 72 грамма соли. Перец черный по вкусу, специи какие вы любите тоже по вкусу. Очень хорошо молотый кориандр, ну, свежемолотый. То есть вы зерна кориандра сами перемалываете, либо в ступке, либо в мельнице и добавляете. Тоже очень хорошо сочетается с темным мясом именно кориандр. Вот. Можно молотый чеснок добавить, сушеный. Ну, вот кориандр. Вот они у меня, так что я добавил. Но каждый, как бы, по вкусу. Вымешиваем до образования белых нитей. Сейчас я вот домешаю. Ну, и формируем котлеты примерно грамм по 100. Я их замораживаю, вот как готовил. Видите, коробки из-под пиццы на них положил целлофановые пакеты, чтобы заморозились. Быстренько их отлепить, формировать на порционные пакеты. И уже в морозилке, ну, готовое, полноценное было, да. То есть приготовить только гарнир и на сковородке обжарить, либо потушить, либо в духовке запечить. И котлеты кто как любит, кто как привык, короче. Ну, это уже готовое, короче, у вас будет блюдо. Сейчас я буду, домешаю до образования белых нитей, я без перчаток, потому что это все для себя. Как бы, у хозяйки все знают, что вымешиваем, ну, как тесто, да. Как начнут образоваться такие длинные белые волокна, как ниточки. То есть, в принципе, можно заканчивать вымешивание и формировать... О, желтые палки. Такой объем довольно непросто вымешивать, я вам скажу. Ну, я уже предварительно их размешал деревянной лопаткой, потому что холодный фарш, чтобы руки не стыли, потому что довольно долго приходилось его мешать. Вот. Ой, козлятину я продавал сдуру, потому что я недооценивал вкус этого мяса по 450 рублей передок и 500 рублей за док. Не так много людей готовы вообще купить козлятину, потому что, опять-таки, это мясо недооценено. Ну, опять-таки, кому-то, возможно, дорого, потому что, ну, не то чтобы большой процент, но все-таки соотношение мяса к кости там тоже, сами понимаете, чуть ли не 50 на 50. Вот. Но теперь, как я распробовал козлятину только себе, ни за что на продажу. Ну, смотрите, даже если 500 рублей килограмм мяса снимешь с кости, это уже 1000 рублей за килограмм, да, фарша. Ясен пень, сюда добавляется хлеб, лук, молоко, которое дешевле мяса по цене, но все равно работа. Вот, заморочься, это все перемоли, потом помой, сформируй, да. Многие это в цену не включают, не ценя свой труд, хотя, когда это время занимаешься приготовлением фарша какого-то другого продукта, можно было заняться каким-то другим делом, которое принесет либо заработок, либо просто отдохнуть и восстановить силы, да. Вот. Так, все, у меня белые ниточки пошли. Не знаю, как вам на камеру показать. Так, чтобы... Ну, короче, кто вымешивает фарш, прекрасно понимает, какие белые ниточки должны пойти. Бабушка у меня, кстати, когда делает фарш, она его вот так вот никогда не вымешивает. И бабушка у меня, когда делает котлеты, она любит смешивать разные виды мяса. То есть, она туда и говядины добавит, и если есть козлятина, там, что это, грудка куриная, утиная. Ну, короче, она вот несколько видов мяса сделает. И вот, ну, сами понимаете, люди в возрасте, они как-то и опыт есть, и смекалка, да, у них. Вот, она туда еще картошку добавляет, яичко, капустку, морковку. Они у него получаются такие, как сказать, гарнирные, я их называю, эти котлеты. То есть, к ним не надо готовить какой-то гарнир, а нажарил целое блюдо котлет и сиди их ешь, да, наслаждайся. Вот, и так, мясо у меня уже подтеплилось, и формироваться, я так понимаю, оно будет проблематично. Желательно, конечно, вот каждую котлетку вот так вот отбить, но у меня получается здесь 16 килограмм фарша, то есть, у меня двойная доза. И, соответственно, если 100-граммовые котлеты, это 160 котлет сейчас у меня получится. И вот каждую вот так вот отбивать, ну, это то еще занятие. Но все-таки, если малая партия, можно заморочиться и каждую котлетку об ладошку пообстукивать. Они как-то, не знаю зачем, но они как-то, ой, такие у меня добрые котлеты получаются. Как говорится, большому куску рот радуется, чтобы уж на сковородку положить, пожарить. Ну и не жадничая тогда, мы, колхозники, можем себе позволить. Так вот. Клиенты у меня приезжали за мясом, мы разговаривали, что раньше все казалось вкуснее. Я говорю, ну, они тоже у меня говядину покупали. Говорили, очень вкусные котлеты получились. Я говорю, да, говорю, котлеты вкусные, но в 95-м году котлеты были вкуснее. Я же, получается, в этом доме жил до 96-го года, да. И здесь бабушка с дедушкой, родители еще тоже держали скотину, и быков над корме, и поросята, и птицы разные было. Вот, и я, ребят, прекрасно помню вкус, запах тех котлет, тех пельменей, которые были из мяса. Мне кажется, они были вкуснее. То ли скотина сейчас другая, и вкус мяса как-то генетически уже не тот у них. Что-то какие-то у меня прям огромные котлеты получаются. Вот, надо как-то поскромнее сделать. То ли птица, ну, скотина другая, и вкус у нее изначально, ну, получается уже не тот. То ли корма какие-то изменились, что вкус не такой яркий, насыщенный, ароматный, я не знаю. Ну, ребят, ну, реально, вы, наверное, прекрасно помните, когда жарятся котлеты, и вы еще даже к дому не подошли, а в открытую форточку уже чувствуется аромат вот тех непревзойденных вкуснейших котлет. Вот. Как мы всей семьей... Ну, я был маленький, что я... Это у меня такие воспоминания романтизированные, можно даже сказать, да, этого детства. Лепили пельмени вручную, и вручную лепили, и раскатывали на этих пельменницах металлических. Рюмками такие были в виде рюмочки пельменицы. То есть, нажимаешь на нее, и так как-то нажимаешь на кнопку, и выдавливался вот этот кружочек из теста. Ну, вот. Морозили их на подоконнике в сенях. На... Все, короче, все горизонтальные поверхности были заняты пельменями. Куда их девали, я даже не помню, потому что тогда морозилок-то не было. Наверное, в сильные морозы только этим занимались, чтобы... Ну, и хранить их, по сути, только в холодных сенях можно было. Холодильник у нас был здесь, вот, маленький Саратов. Там морозилочка-то, туда две курицы с трудом вылезали. Поэтому, вот, честно, вот как тогда хранили эти пельмени, я даже не помню. Наверное, лепили и кушали сразу, потому что... Опять-таки, вот те воспоминания романтизированные. Сейчас наверняка в комментариях у меня тоже будете писать, вспоминать. В субботу здесь вот была баня. Она сгорела в 90-х каком-то... Ну, в конце 90-х она сгорела. Она была наполовину по-черному, топилась из самой бани. Не из предбаника, как у многих, а надо было заходить внутрь бани. И там открывать заслонку и топить ее изнутри. И здесь собирались бабушкины сестры с семьями, с внуками, с детьми. Вот в этой кухне раскладывался большой стол. Еда была скромная. Картошки наварят. Сверху топленым маслом, сушеным укропом. Потому что, опять-таки, мороженого не было, свежего не было. Что заготавливали в основном. Сушили зелень. Посыпались сушеным укропом. Как это был вкусный аромат. Доставались из погреба всяческие солености, консервы, компоты. Почему-то у меня из детства вкус и аромат абрикосового компота остался. Потому что, хоть мы и южане, у нас сейчас абрикосы растут практически в каждом дворе. Даже не то, что в каждом дворе. В оврагах они растут. Потому что выкидывают косточки. И они там сходят и растут. А тогда абрикосы были не у всех. Только вот на горной улице за оврагом там были, по-моему, у козловых абрикосы. Их покупали ведрами. И делали из них компот в банку. Там горсть этих абрикосов кинут. Остальное все сиропом заливалось. Чтобы, ну, как бы, поменьше положишь ягоды в банку. Побольше банок получится, да? Как говорится, зимой рот большой все съестся. Вот, таким образом, по-хозяйски к этому делу подходили. Вишни-то, когда компот из вишни делали, этой вишни там чуть ли не полбанки накладывали. Абрикосы экономили. И собирались, играли в карты, в дурака, в козла, в храп. А мы, дети, сидели под столом. Ну, внуки мои, двоюродные, троюродные, братья, сестры. Мы сидели под столом. Уши грели. Слушали всяческие истории деревенские из молодости, из жизни. Как деревенские какие-то сплетни, басни про всяких колдунов. Как в какую-нибудь там ночь колдуня какая-нибудь деревенская обращалась в свинью или в лошадь. И по полю скакала за машиной агронома. И потом с разбега запрыгнула в кузов машины. Вот, знаете, это было давно. Я был прямо ребенком. Ну, что у меня там было-то, да? А я вот именно почему-то эту историю про эту лошадь, которая бежала за машиной агронома и запрыгнула в кузов, я запомнил. И она у меня так осталась. Еще кто-то там, типа, история была тоже про колдунь. Почему-то это вот как-то распространенное было. Тогда обращалась какая-то колдуня в свинью. И тоже приходила к какому-то дому и следила. И эту свинью пытались поймать. И надрезали ей ухо. А потом на следующий день женщина пришла на работу с замотанным этим забинтованным ухом. И все поняли, что это именно она в свинью обращается ночью. Представляете? Вот. Ну, такие вот интересные байки. Сейчас почему-то в свиней никто не обращается. Ни разу я такого не видел. Чтобы идешь чем-нибудь вечером поздно по улице, а там какая-нибудь лошадь бесхозная ходила. Ну, опасное дело, да, обращаться в бесхозную лошадь. Можно и на колбасу загреметь таким образом. Вот. Колдуни, наверное, предусмотрительные нынче стали. И на колбасу на козы загреметь не хотят. Не знаю, интересно вам, неинтересно. Вот так вы слушаете. Что, я стою статично на месте, вам фигню какую-то рассказываю. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что-то они у меня реально какие-то огромные получаются. Я, наверное, сейчас буду отключаться, потому что статичный, такой статичный фон, то есть тоже не сильно хорошо отражается на статистике просмотров и вредит блогеру. Поэтому буду я на этой тематике закругляться. Что-нибудь вам дальше покажу другое. Так, ребят, ну вот и финалочка. Получилось пять вот таких поддонов по 20 штук. Я вам сильно размахнулся, сказал, что буду делать их по 100 грамм, и что получится. Их 160 штук. По итогу, ну, получилось 100 штук. И 4 вам жарятся. А, нет, вот еще одна. Короче, 105 штук получилось из 16 килограммов мяса. Считайте сами. У меня быстро считать в уме не получается. Я в этом плане, какой-то дебильный. Вот. Сейчас это все пойдет в заморозку. 4 штуки шкварчат. Вот. Ну, не удержался я, чтобы сейчас сразу не пожарить и не отведать вкуснятинки-свежатинки. Ну, такие вот дела. Вот, как видите, все свое домашнее, бесплатное. У нас в деревне так. Вот. Бегает ничейный козел. Поймали, переработали на котлеты. Ну, а что, самим что ли растить? Дураки, что ли мы? Нет, конечно. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова